Девушки отдыхают 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 И они как? У меня здесь уроки, поэтому ты без меня. Мы сейчас с тобой все там выстроили, ты поняла, как это было. Я тогда видео запишу, я обязательно поставлю. Ну ладно, все, давай. Да, чтобы я потом... Ну все, пока, счастливый. У нас... Почему звук-то? Знать, у нас звука нет. Оля, у тебя микрофон тоже не работает? Раз, два, три, четыре. Микрофон был не вреден. А здесь-то? А здесь-то что не так? А у нас здесь и шнур не работает. Идет как-то? Идет, да? Была убрана, вообще ручка была вот эта убрана. Кто-то побывал здесь. Потому что мы уходили, я все выключила вчера. А я уходила на сегодня. Угу. 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 Вы, чьи широкие шнели напоминали паруса, Чьи шпоры весело звенели и голоса, и голоса, И чьи глаза, как брянды, на сердце оставляли свет, Точаровательные фронты минувших лет. Над ним ожесточением воли выбрали сердце и скалу, Цари на каждом ранном поле и на полу, и на полу. Вам все душины были малы, и меняю самый счастлив хлеб, У молодые генералы, у молодые генералы своих сутей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну это же скачки, это же не романс. Тэнс-то сумасшедший. И мы ее будем петь с Александром Валерьевичем. Здесь ни одной ферматой нет, здесь невозможно романс петь с такой фонограммой. difícil. И она уже бывает, и у них же нет, там же... И вtıры дев наскольк И своих коем ah И с моих колюбель, под камень непероемной скачки. Живой рано, что? А длиннее, и ваше кудри, ваше бачки. Тут ферматы здесь. И ваше кудри, ваше бачки. То есть, ваше бачки. То есть, разное то было. Засыпать снег. То есть, тут надо с Сашей петь ее. Обязательно с Сашей петь. С Сашей будем петь. А так все. И криминальное замечание, что шинели поем с мягким ем. Шинели, да? Это ошибка. Шинели. Вы чешенок, шинели, шинели. Не шинели. Все. Давай другую. Поработай. А это с Сашей станет. Минусовка у вас на почте. Хорошо. Она там под номером 200. Даже если мы сделаем. Понимаешь? Даже если мы сделаем. Давай сейчас ради просто мы убираем 7. И все равно фермарк не будет в конце. Это невозможно. Вот последний куплет. Вот второй, последний куплет тоже. О, как мне кажется, могли вы, рукою пау. Вот смотри, Оля. О, как мне кажется, могли вы, могли вы. Гласные. Прям вот. Это же романс. Романс. Не торопись. Даже вот с фонодрамой все равно. То есть могли вы, то есть та-та, могли вы. Мы просто время переносим опять туда. Просто сейчас уже раз начали петь. Попробуй вот, вы замедлили на 7 пунктов. Для этого, а ты осталась в той пока, ты, ты, ты осталась растягивая все это. О, как мне кажется, могли вы, рукою полною перстней. И кудрый дед ласкать, и кривый своих камней. В одной невероятной скачке мы дружили свой краткий век. И ваши кудри, ваши парочки, и ваши кудри, ваши пачки в субботу. Ну так ты же чувствуешь разницу? Разницу же чувствуешь? Наслаждение, голос, все так. Вы варьируйте, здесь же можно все-таки все это. Предложение такое, что первые бачки не тяну. У тебя вторые есть бачки. Посмотрите, и ваши кудри, и ваши бачки. Первые бачки вообще не тянуть, а вторые растягивать. Вот спорь еще разочек. У тебя получилось ваши кудри, ваши бачки, и ваши кудри, ваши бачки. То есть первый. И ваши кудри, ваши бачки. Наоборот. И ваши кудри, и ваши... А сейчас напелось с оркестром. Еще разочек. Без тьме, на невероятной скачке, И прожили свой краткий век. И ваши кудри, и ваши бачки. Да? И ваши кудри, и ваши бачки. А больше нельзя, у тебя там кроватье. У тебя там такая фирма. Вот куда? Смотри, как хорошо. Понимаешь? Это же романцы. Голос великолепно звучит. Ночки. Прямо... И потом у тебя и пилок. Еще разочек это место. Очень хорошо. ПЕСНЯ В одной невероятной скачке, И прожили свой краткий век. И ваши кудри, ваши бачки. И ваши кудри, и ваши бачки. Засыпать с ней. Вот? Вот для концертов тебе, чтобы петь, у тебя должны быть минуси. Темп. Понимаешь? Потому что ты же не можешь, Александр Ильич, с собой взять. Мы здесь, допустим, можем поработать. Может быть, мы, допустим, на твою последнюю сессию, когда будем работать над программой госэкзамена твоего, кто его знает, что мы возьмем. Может быть, мы в качестве разно-жанровости возьмем этот роман. Почему нет? Вот. Но с фонограммой, вот таким вот образом, только так. Тут уже и фирматка слышна. В таком-то темпе. Все-таки она там ощущается уже у тебя, фирматка. А то-то ты-ды-ды. И смотри, опять же, вот ты не досидела ее? Ты ушла все-таки на ки. Ба, очки. И удерживать внешние тесситории ноту сложно. Этонация хоть малейшая, но пошла. Вместо того, чтобы еще максимально держать наверху там, где ты сама себе физиологически помогаешь, голос звучит, успеешь ты на эти очки спуститься. Понимаешь, да? А ты на них спустилась, и все. Потом послушаешь на записи. Там маленечко, но все. Голос, ну ему. Такие вот вещи, когда идут вот такие вот скачки. Понимаешь, все. Либо мы закрываем звук, легче удерживать интонацию, но здесь он не уместен будет. Лучше держать наверху. Так, ну все, давай другую вещь. Все, а с этой вот так работаем. А потом с этой самой речью мы ее попоем. Потом там, смотри, может быть, можно было бы даже поварьировать. Ты с тональностями играла? Нет. А вот надо. Надо всегда играть, потому что у тебя запас верха прекрасен, у тебя голос звучит замечательно. У тебя такое, как можно было, понимаешь, смотри, у тебя там кое-какие места попадают на переходы, на переходы. Поэтому нужно варьировать, варьировать, поднять на полтона. Попустить на полтуна. На тон поднять. И пробовать, и записывать себя. Ощущения свои славливать. Никогда не останавливайся на оригинальной. Иногда попадает. Иногда попадает, что вот оригинальная тональность, вот она и моя. Она и моя. Но пробовать всегда нужно. Всегда, потому что даже полтуна будет сыграть, прям огромную пользу исполнительницы. Ну так, сейчас тогда у нас скачаны они все. Сейчас мы посмотрим. Яхант? Да. Яхант, она там называется двести какой-то двадцать восьмой номер. Как-то два. Танц-пост. Потому что плюс один, мы поднимала и раз. Поднимаем тебе чуть-чуть. Ну все. Давай, пробуем. То есть ты уже работала, да? С тональностью? Да, я чуть-чуть подняла. Потому что она мужская. Ну да. Чуть-чуть полтона или тон? Полтона. Ну давай, пробуем. Звучит песня Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал 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 DimaTorzok 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 Ну, то есть, когда мы молчим, и потом пошла единичка, то есть ты должна с пятерки выйти до девятки и на десятку начать петь, то есть ты должна это все распределить по динамике. Уловила? Да. Все, ловим. Ну, не знаю, как это поймать. Субтитры сделал DimaTorzok Умочка, смотри, что делаем с нижними нотами с этими? Говорят, значит, что вчера работали, да, там, с позиции. Можно оставлять трахейный звук. И у Лары, допустим, в дуэте там чистая трахея. Она прямо туда пускается. Здесь тоже ты можешь использовать трагейный звук. Продувной делает такой. Ему очень тяжело держать интонацию. Ему уже тяжело держать. Поэтому интонация чуть-чуть сейчас погуливает. И сбежала. Ну, среднее найди. Найди середину все. Но ты все оставляешь время сюда. Мужики же пели. Им-то легко. А девочки? mean. Целая, два, три, четыре. Целая нота. Мужики же. По-моему, даже не делаем. А, ну, вот. будет как бы легче теперь ты можешь оставлять не без высокой позиции вот она высокая позиция сразу же резонаторы сразу включаются все сразу же дрожит все прямо верхняя башка дребезжи все вибрирует сразу же все нужно то низкая а мы приподнимаем позицию гортань чуть-чуть приподнимается все и если все другие ощущения по звуку можешь оставлять делать твое но ты сама себе усложняет усложняешь еще раз дочек самый хвостик а а а а а а а ну прекрасно все замечательно плане тональности вообще замечать голос еще лучше звучит потому что ты голову начинаешь опирать еще лучше единственное что ты работаешь все хорошо я уже просто понимаешь ну как бы докапывать вот здесь как раз нужно и все долл его и ветер поют и воли должна все 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 добивать классные прямо все даже перетягивать все нужно вот до самого конца и следующая фраза пошла вот прямо ветер кое и добиваешь прямо все еще лучше отлично оля мне очень вот отсюда и пою скруминации да вот откуда сейчас перед там сейчас подсократила ее нижнюю ноточку и хорошо и не надо потому что она уходит из дона но уходит она тебе это надо не надо с ним а а а и а и а Оля, ну мороз попозже, просто мороз попозже. Ты не хочешь таять, взять с новым дыханием? А можно и так. Цепляешь, цепляешь. Тает, если, допустим, дать, ну здесь тает, может быть по смысловой нагрузке. Попробуй, попробуй, как альтернатива, ты всегда вернешься к своей вариации, к препятствию, очень хорошо. Перетяжка прямо вот, все-все-все-все, замечательно, и дыханием смотри, как ты его держишь, потому что тянешь все, и это место. Перетает, у тебя же там пауза, не торопись, тает, тает, тает. То есть, прямо спокойно, прямо спокойно, потому что там, насколько я понимаю, там потом есть пауза небольшая. хорошо. Да, хорошо. Вот и хорошо. Успокойся, там вот с этим тает. Потому что если хороший человек будет сидеть на пульте, он тебе тает, он тебе как бы сделает все. тает. Давай еще одинечко. Тает. Классно. Вот ты прям точно нужен. Она лучше, лучше. И еще внутреннее, прямо. Вот я тебе последнюю, прямо последнюю. И сейчас я тебе все не пой. Очень хорошо. Молчи! 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 Пласс. Эту паузу ты заполняешь. Тает. И там как раз идет этот вот пеложный. Ля ляляляляля. Вот это все. И ты начинаешь петь финал. Поем. Давай здесь добавим, вот, давай добавим здесь маленький Вокалезик вообще, прямо закрытым бетоном, чтобы после Таи, вот смотри, что-то как-то, если хочешь, не можешь подстроить Голос, можешь вынесу, можешь вынесу, можешь уйти в закрытость, а ковырю, а ковырю, а ковырю, издыхание, и новое событие пошло ты, опять рассказываешь дальше, как бы задумалась, можешь не петь, просто как предложили, выкинуть и всегда успеем Тает Микрофон подальше Давай-ка здесь, видишь, как долго держишь? И живут сонцы растоптаны Тоже все, да, конечно, убирай ее Сдвигай чуть-чуть наверх и ее тогда не поя ее Так долго Мне понравилось, допустим, как ты там подбывала Здесь, понимаешь, это с претензией на этнику же Это же этнические вещи все вот эти вот Здесь можно как уйти в пианиссимо какое-то Что-то такое Так можно и в голос долбануть Вот вплоть до этого Ну я сейчас просто от дурака Тут все что угодно может быть Смотря что чувствует вокалистка здесь Вот у тебя все вот это тает Все это По сути, понимаешь, тает Можно кричать молча Можно тихо быть громко Ну парадоксальные вещи Вот да Вот так То есть, поэтому этот кусочек Ты дома попробуешь Как вот ты решила чувствовать все Ну вот это не тяни его Вот эту нижнюю ноту прямо она совсем Поехали Еще раз оттуда же Тает Как чувствуешь? Тает Как чувствуешь? Лучше Я с вами Ветер По сути Ветер Ветер Где Тает По сути Ветер Про Да, да, да. Здесь, понимаешь, здесь даже секунды вот эти, вот они уместны как бы вот. Мы сейчас с тобой, я вдула тебе в секунду просто с тобой. Замечательная вещь, потрясная совершенно. Ну, пресня, не знаю, меня вот она прямо зацепила, мне захотелось ее успеть. Ну, она замечательная песня, только на концертную деятельность, если мы когда-то куда-то поедем, мы тебя будем брать с собой, мы будем приглашать тебя, мало ли что. У нас будет, допустим, 15-летие отделение весной, ты можешь ее спеть на концерте здесь, ты как наша студентка, как профпереподготовка, почему нет? У нас есть еще время, давай еще что-нибудь. Тональность-то хорошая? Тональность, да. Это получается плюс тон, да? Плюс тон, да. Я бы на этом вместе бы еще попробовала. Ну, только если там не будет искажений, она, конечно, очень хорошего качества, как может быть, она здесь ее нужна в хорошей программе, чтобы… Я в iFlab поднимаю программу iFlab и там есть функции, что все форматы, то есть я ставлю галочку, чтобы вообще все инструменты, все форматы тоже были подняты. То есть там бест стоит, как бы функция лучшего качества, есть стандарт просто, который очень быстро поднимается там и все, очень быстро. А это прям может прилично, я жду и жду, пока она поднимется. То есть вы мне напишите по этому названию? Да, да, я тебе напишу, ты ее сама себе скачаешь, чтобы ты почитаешь и будешь… Так же и темп, и так же и все, потому что автоматически в этих вот всех программах искажается все-таки. А вот здесь вот как она слушается? Вроде нормально. Очень хорошо, очень хорошо. Да на наших балалайках какие-то тоже все-таки она все равно хорошо очень слушается. Давай еще что-то попробуем. В первом чтении что-нибудь попробуем и выдержим. Так, ага. Нам надо войти в X-Menus, да? Ну вот еще и дело здесь. Да, включай здесь, найди здесь. Все всегда упирается именно, понимаешь? Самая первая задача – это верно это надо. Самая первая. Вроде кажется хорошо. А надо, чтобы не казалось, а чтобы знать точно, что вот это на это надо. Оригинальная тональность? Не помнишь? Мужу на нее похожая. И когда издалека… Ну Люда Зыкина, Татьяна. У нее же… Давайте с почты возьмем там… Нормальная тональность будет? Давай возьмем с почты. Нет, это очень низко. Но она очень сложная песенка. По дыханию сложная. Ты справляешься, да? Вроде да. Мне сложно ее петь, потому что все таблетки там вроде одинаковые, и как-то несложные их разнообразили. Так вот именно. А чем обусловлено то, что ты хочешь ее? Она у меня как-то очень близка. Близка тебе? Да. То есть у меня где-то там лет и близка тебе. Ольга, Волга как-то это все слышно. Ну да, ну да. Понимаю тебя. Точно. Ольга, Волга. Не молодая. Так. Хорошо. Умывайся. И bootyка Волга. Из далека Волга. Из далека Волга. Из далека Волга. И bootyка Волга. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Платье. Самое главное – платье. Сейчас я... Нам надо тонализ сейчас. Ну-ка, стукни. Какой тонализ? Оля первая, что спросит, скажет, какая тонализ. Вот мы сейчас пели. Вот ты сейчас пела. Да, может быть, это и... Посмотри. А что, повыше никак, ну-ка, в ми. К ним? Ми-минорчик. Издалека Течет река Нормальный грудной звук. Зачем набрать? Мне кажется, нужно... И как бы по комфортнее, да. По комфортнее, конечно, будет. И натяг будет лучше, да, точно. Ну-ка, сейчас я Оле направлю. Олюшка Станиславовна, добрый вам денек. Выходной. У меня к вам вопрос. У меня студентка сейчас есть. Она пришла учиться на профессиональном... По профессиональной преподготовке. Она замечательно поет. Издалека долго течет река Болга. У нее шикарное платье, я сказала. Я уже точно сказала. Ольга Станиславовна, у вас оркестр случайно не играет данное произведение? Нам будет в ми-миноре желательно. Она сейчас, конечно, в рей пела, она и в рей справляется. Если у вас партитура есть в рей, то мы и в рей поем. Но на сцене у нее будет больше запасов. Может быть, где-то когда-то вы нас возьмете, потому что она учиться будет полтора года у меня. Имейте в виду. Что, Оля, два нужно учиться? Вообще год. А, год, да? Вы слышите, она говорит, вообще-то год. Но, Оль, было бы здорово. Очень хорошо полет. Ну, сильно хорошо полет. Обняла, поцеловала, пока. Она ответит мне, я потом скажу. Ну, надо, надо. Оль, ну, тогда на сегодня все. На сегодня все. Все хорошо. Выключай микрофон, выключай тортопиано, закрывай тортопиано. Все вытаскивай из разъезда. Все хорошо. Продолжение следует. Спасибо.